Если доблестный легионер в бою завалил местного конунга и снял с него гипотетический золотой шлем на килограмм весу, судьба трофея и самого легионера. Легионеры не грабили просто так, они грабили в составе легиона. Соответственно, всё награбленное поступало в общую кучу, которую делили согласно рангам. По оценке данных конкретных драгметаллов ли, драг камней ли, стоимости оружия и прочих изделий ремесла. То есть, то, что награбил ты, не принадлежит лично тебе. Ты победил в составе легиона, награбил в составе легиона и сложил всё в кучу в составе легиона. И потом получил некую часть выручки. Понятно, это очень специально учитывалось. Потому что, если конкретно тебе так повезло, ты завалил мега-конунга и стырил с него килограммовый золотой шлем, это будет зафиксировано, записано, записано, и ты получишь, условно, премию. Ну, конечно, я уверен, всякую мелочёвку тырили без зазрения совести. Какой-нибудь браслетик на себя нацепить прикольный из серебришка. Или монеток в кошелёк подсыпать. Я думаю, это было распространено, и на это, я думаю, специально никто не обращал внимания.